В музее боевой славы создана целая экспозиция, посвященная выпускнику школы номер 8 Роману Соколову. В 1993 году, после окончания Рязанского высшего десантного училища, он продолжил службу в 76-й воздушно-десантной дивизии, расположенной в Пскове. Так начался его боевой путь. В десантном училище у Романа появилось много друзей. Это Гладких Дмитрий и Кравчук Алексей. Кравчук Алексей вспоминает, что Роман был ответственным, исполнительным, человеком слова. Если сказал, то сделает. Во время службы в Пскове у Романа появилась семья. В 1996 году у него родилась дочь. Спустя время, в память об отце, она решила пойти по его стопам, связать свою профессию с армией. С 2009 по 2014 годы она обучалась в Московском кадетском корпусе. В 2014 году по окончанию кадетского корпуса она приезжает в Рязань, поступает в десантное училище. Но в этот год не было набора девушек, и она поступает в рязанским филиалом СИ, где обучается один курс. В 2015 году она выдает документы в десантное училище и успешно сдает все вступительные экзамены. Дарья выдержала 4 года напряженной учебы и в настоящее время завершает пятый курс. Чуть позже Роман Соколов был назначен командиром взвода 36-й воздушно-десантной бригады. В составе международных сил ООН он выполнял миротворческую миссию в бывшей Югославии, где был награжден медалью. С начала 2000 года продолжил службу в Чеченской республике. В школьном музее хранится несколько подлинных вещей капитана Соколова. Кабура для боевого пистолета, фляжка, китель и многое другое. Родители Романа передали в наш школьный музей мундир. Видите, мундир со всеми знаками, которые обычно на мундире помещают. Дальше мундир – это капитанский мундир, поэтому, соответственно, уже звание капитанское мы видим на погонах. Дальше, кроме этого, у нас фуражка десантника присутствует здесь. Также в этой витрине у нас есть книги, которые увековечивают память Романа Соколова. Во время службы в Чеченской республике Роман Соколов был заместителем командира роты. В ночь с 29 февраля на 1 марта его подразделение вступило в неравный бой с чеченскими боевиками. Боевые действия проходили на высоте 776 под Улутскертом в Ангурском ущелье. Из 90 бойцов роты погибло 84. Среди них был и Роман Соколов. 12 марта 2000 года ему было присвоено звание Героя России посмертно. В этом году подвигу 6-й роты исполняется 20 лет. Именно в честь этого события в Рязани появится улица Соколова. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».